МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ-21+, выпуск новостей в студии Ольга Володина. Коротко о главных темах выпуска. Трое в лодке и все в спас-жилетах. То есть там спасательные жилеты, все зависит от количества людей на борту. Спасательный конец Александрова, ракетницы, фальшвер, ну и так далее. Накануне начала прибрежного промысла трески напомним, какие спасательные средства могут помочь попавшим в беду рыбакам. Как добиться от коммунальщиков быстрой реакции на обращение и качественного ремонта. Мы очень активно проводим проверки и очень активно штрафуем управляющие организации. Выезжаем на коммунальный рейд вместе с министром госжилстройнадзора. Почитать книгу о ботанике или изучать жизненный цикл растений на живом примере. Эта стена станет полностью зеленой и не только процвет. Здесь будут выращивать растения на гидропонике, то есть без почвы, без грунта. В Мурманске появится литературный уголок живой природы. Новая модельная библиотека. Покажем дизайн и расскажем, чем она будет наполнена. До конца года Новотек начнет использовать для перевозок сжиженного газа плавучие перевалочные хабы. Первый такой комплекс уже построен на южнокорейских верфях и направляется в Мурманск. Он должен прибыть к июню, месяцу, когда открывается навигация по Северному морскому пути. Таким образом транспортировка топлива станет дешевле, и российское сырье будет более привлекательное на международном рынке, уверены специалисты. Кроме этого, в стране построят семь ледоколов по проекту 4.2.0. Все они будут работать на Северном морском пути. С их помощью надеются запустить круглогодичное движение в восточном секторе акватории. Три судна Арктика, Сибирь и Урал уже в строю. Продолжается строительство Якутии и Чукотки. В этом году должны заложить Камчатку и Приморье. Дополнительно будет построен один головной ледокол «Лидер». Четыре неатомных ледокола, три гидрографических и два лоцмейстерских и 46 аварийно-спасательных судна. В марте начинается сезон вылова трески. Это значит, что прибрежная зона Баренцева моря будет кишить и рыбой, и рыбаками. Что брать с собой в лодку, кроме удочек и других снастей? Необходимый перечень есть у инспекторов ГИМС. Вода ошибок не прощает. Это вам скажет любой, имевший дело с метровыми волнами и штормовым ветром Баренцева моря. При подготовке судна нужно трезво оценивать свои возможности и следить за погодой. Как обезопасить себя и свою лодку или катер, знают специалисты Государственной инспекции маломерных судов. У него должно быть на борту, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, определенные вещи. То есть, спасательные жилеты, все зависит от количества людей на борту, спасательный конец Александрова, ракетницы, фальшвер, ну и так далее. Конец Александрова – это своеобразная замена спасательного круга на маленьких лодках. Есть у него один недостаток – держать человека на воде он не сможет. Поэтому выбирать спас средства лучше ориентируясь на то, умеют ли люди на борту плавать. Ответственно стоит следить за фаерами. Ракетницы и фальшверы с истекшим сроком годности могут не сработать в экстренной ситуации. Ну, естественно, рация, чтобы связываться, вот эти реберки, там выход, вы сообщаете погранслужбе, что вы выходите, например, потом при возвращении также. Также аптечка, и все зависит от длины судна. Вот, там все прописано в техническом регламенте. Аптечка, там огнетушитель, вот он здесь есть, имеется у нас на борту. Закреплен. Ну, в принципе, все. Если все необходимое собрали и уже готовы выйти в море, стоит выслушать еще один совет инспекторов. Если вы находитесь в Териберке, там есть посты, да, там есть посты, там есть даже сотовая связь. Радиообмен надо поддерживать на 16-м канале. Поскольку диспетчер службы движения может указать вам, в какой-то район закрыт, в какой-то заходить нельзя, в каком-то проходят водолазные работы. И все вот это избавит вас от лишних неприятностей и общения с контролирующими органами. Если со своей стороны вы будете соблюдать все эти правила, то об общей безопасности на воде позаботятся инспекторы ГИМС. Дэн Шкуратов, Борис Авильев, ТВ21+. Количество аварий в Мурманской области по сравнению с предыдущим годом сократилось на 14%. Об этом рассказал губернатор на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Число ДТП с пострадавшими уменьшилось на 15%. Реже стали происходить происшествия с участием несовершеннолетних или людей в состоянии опьянения. Как отметил Андрей Чибис, все это – результат профилактической работы и обустройства автодорог. В 2022 году в Мурманской области появилось 13 камер фото- и видеофиксации. Проведены работы на 422 тысячах квадратных метров дорожного полотна. А в столице Заполярья появилось 16 пешеходных переходов с проецируемой дорожной подсветкой. В Кольской горно-металлургической компании продолжают внедрять инновационные технологии в действующее производство. Разработаны оптимизационные модели, которые прогнозируют изменения в технологических процессах цеха электролизоникеля. О результатах испытаний расскажут наши коллеги из Манчегорска Юлия Барабан и Александр Николаев. Ключевая цель стратегии горно-металлургической компании – сквозная оптимизация технологических процессов на всех этапах производства. Цех электролизоникеля – одно из самых крупных подразделений Кольска ГМК на Манчегорской промплощадке. Отделение растворения и дегазации, где и проводился эксперимент, это головной передел, куда приходит основное сырье. От него зависит качество продукта. Внедрение элементов цифровизации обусловлено необходимостью улучшить реакцию технологов на изменения в процессах. В течение трех месяцев командой Кольска ГМК и главного офиса Норникеля были разработаны четыре оптимизационных модели. Две модели были разработаны на предсказание ОВП, то есть смотреть в будущее и предсказывать, как у тебя будет изменяться окислительно-восстановительный потенциал в реакторе, в котором мы растворяем никелевый порошок, так, чтобы у нас был минимальный переход металлов платиновой группы в растворы. И две модели, которые предсказывают, что будет происходить с цементной медью. Сегодня содержание меди в реакторах определяется по результатам лабораторных проб, которые отбираются раз в три часа. Оптимизационные модели позволят предсказывать и прогнозировать изменения окислительно-восстановительного процесса на 20 минут вперед. А виртуальный датчик по содержанию меди дает прогноз с интервалом в 10 минут. Вертикаль инноваций, производственный сектор, ремонтная служба, команда озера данных, разработчики биосистем. Вот центры компетенций, которые объединил проект. Дальнейшие шаги включают в себя не только цифровые решения, но и работы по модернизации агрегатов передела хлорного растворения, исследовательскую работу, отбор дополнительных проб и оценку потенциала результативности. Под дальнейшим шагом мы поставили перед собой следующую задачу. Это переход в автоматический режим управления переделом хлорного растворения, РИД, цех электролиза никеля. Для этого нам необходимо разработать прототип автоматического управления дозированием никелевого порошка и цементной меди, разработать программу испытаний и подготовить участок растворения к переходу в автоматический режим. Совместно с ремонтной службой и технологами ЦЕНС специалисты департамента по инновациям и цифровым технологиям проведут ревизию шнековых дозаторов. Центром автоматизации производства – калибровку датчиков автоматической системы управления технологическим процессом. Модели по прогнозированию ОВП и цементной меди в реакторах для работы в автоматическом режиме будут доработаны. Подготовку к переходу в автоматический режим планируют закончить к концу июня 2023 года. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Манчегорцев научат профессионально рассказывать истории. В городе начинается проект «Школа стендапа». За 10 дней ученикам объяснят, как строится шутка и помогут найти темы для монологов. В конце их ждет экзамен – выступление перед живой публикой. Изучать юмор нужно с теорией, уверены преподаватели школы стендапа. Но вместо сухих лекций ее ученики получат игры и погружение в атмосферу. Комики Амбарцум Симонянц и Виталий Щадников поработают с каждым и расскажут про все нюансы комедии. Выпускники их школы выступают в передачах «Открытый микрофон» и «Женский стендап». Не боятся выступать публично, не боятся рассказывать о себе, не боятся быть смешными и формулировать свои мысли коротко и смешно. И это может помочь им не только в устной речи, в самопрезентации, но и даже в ведении соцсетей. Проект организован при поддержке Агентства развития Мончегорска. Летом комики обучались северян на фестивале «Табуретка». Меньше чем за две недели участники раскрылись и смогли выступить перед полным зрительным залом. Какой-то миф существует, что северные люди не очень про смех, про посмеяться, но нет. Через 10 дней они вышли в Мончегорске на сцену и было огромное количество людей, около 300 человек, полный зал был. И они прекрасно выступили, рассказывали свои монологи, зал хохотал, все получилось. Раскрыть творческий потенциал сможет каждый. Попробовать себя перед микрофоном можно будет в Мончегорске со 2 по 12 марта. Регистрация по ссылке на экране. Кирилл Группиняк, Павел Третьяков, ТВ21+. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. В Мурманске прошла акция «Диктант ЖКХ». Главной площадкой стал строительный колледж. Какие вопросы задавали участникам и зачем нужно проверять свои знания в коммунальной сфере, расскажем дальше. Капитальный ремонт, вывоз мусора, замена счетчиков. В каждой из этих тем есть много нюансов, в которых любому человеку рано или поздно приходится разбираться. Чтобы освежить свои знания, мурманчане приняли участие во всероссийской акции «Диктант ЖКХ». Одна из площадок – строительный колледж. Здесь среди прочих студентов есть ребята, которые в будущем пойдут работать в коммунальную сферу. Павел Богданов собирается стать электриком. Точно я убедился в том, как проводится монтаж, кто занимается установкой всех индивидуальных систем учета. Когда я уже буду жить собственной жизнью самостоятельно, то, скорее всего, это пригодится. Вместе со студентами проверять себя пришли и пенсионеры. Опыта у них, конечно, больше, но и они могут запутаться во всех перипетиях коммунальной системы. Я владею смартфоном. Смартфон – это весь мир на ладони. Я вхожу в поисковую систему. На любой вопрос, перед тем, как идти сюда, я мог просмотреть все эти вопросы и получить ответы. Я этого не делал. Мне просто интересно. «Диктант ЖКХ» – часть большого проекта «Школа грамотного потребителя». Лекции, тестирование и другие просветительские акции проходят под эгидой Федерального министерства строительства и ЖКХ по всей стране. Все такие практические вопросы, которые на самом деле жители, когда обращаются к нам в надзорный орган, они же их как раз и задают. Как, собственно говоря, жить в вашем доме, куда обращаться, если что-то случилось, кто выбирает управляющую организацию, для чего нужен совет дома и так далее. Акция продолжится до 14 апреля. Северяне смогут написать диктант ЖКХ онлайн. Найти портал можно по ключевым словам в поисковике или отсканировав QR-код, который вы видите на экране. Лада Егорова, Максим Чинкен, ТВ21+. Пока одни мурманчане возвращаются домой с удовольствием, другие, поднимаясь по подъездной лестнице, пинают облетевшую штукатурку и невольно изучают нецензурные надписи на стенах. Чтобы такая картина перестала быть привычной, в регионе продолжаются капитальные ремонты подъездов. Рабочие наносят последние слои краски на стены и потолок. Но оценить качество ремонта можно уже сейчас. Накануне в Мурманске привели в порядок сразу несколько подъездов в Октябрьском и Ленинском районах. Здесь покрасили стены и заменили окна. Ранее на состояние лестничных клеток неоднократно жаловались жильцы. По словам министра, это толкает на жесткие меры. Мы очень активно проводим проверки и очень активно штрафуем управляющие организации. Они оказали такое отрезвляющее воздействие на участников рынка. Переход к ремонтам подъездов – это на самом деле свидетельствует о том, что вот таких прям тяжелых ситуаций стало меньше. Результаты дает и смена кадров. Галина Сидорова вступила в должность руководителя управляющей компании пару месяцев назад. За это время организация отремонтировала 17 подъездов, а к концу года число должно вырасти до 150. На очереди две лестницы в 83-м доме на улице Невского. Сейчас жильцов встречают обшарпанные стены, исписанные двери, торчащие провода и ржавые трубы. К подъезду номер один мы приступаем уже сейчас в марте. Так что жильцы уже могут писать в нашу группу, какой они хотят цвет подъезда. А к подъезду номер два по обращению жильца, собственно, который сейчас был разговор, мы приступаем в апреле, чтобы не сбивать график. Это моя политика из прошлого места работы. Я от жильцов не скрываюсь. Моя личная страница ВКонтакте, мне всегда можно написать. Чтобы работа не оказалась напрасной, важно следить за состоянием кровли. Сейчас капитально ремонтируют крыши дома 13-го по улице Ломоносова и 4-го на улице Олега Кашевого. Их гидроизолируют и утепляют, устанавливают новые ограждения и аэраторы. Также к лету здесь утеплят вентиляционные шахты, заменят люки будок выхода. Мария Гусакова, Евгения Гречуха, Павел Третьяков, ТВ21+. Восьмая модельная мурманская библиотека будет садом. В помещениях рядом с книгами будут свести растения, посетители даже смогут снять урожай овощных культур. Элина Шагенова знает адрес необычного учреждения. Когда планировали, делали дизайн-концепцию, мы думали, отталкивались от того, как изменится жизнь конкретно этого микрорайона в лучшую сторону. Стильный ремонт, игровая комната, фитолаборатория и, конечно, много книг. Так будет выглядеть интеллект-центр на Чумбарова-Лучинского в Мурманске. В октябре его переименуют в модельную библиотеку, уже восьмую по счету в областной столице. Из опыта, что говорят сотрудники библиотек, что как только мы преобразуем наши библиотеки, просто в разы количество людей становится больше, которые посещают. Это не только дети, это и родители с детьми, это и подростки, что очень важно. Особенностью этой библиотеки станет экологическое направление. Например, в одном из помещений появится фитошкаф – мобильный модуль для выращивания растений. Среди руководства он уже породил споры о том, что именно культивировать. Мы закупаем также электронный цифровой микроскоп для того, чтобы ребята, которые будут приходить в эту библиотеку, они не просто видели, как растения из маленького зернышка, когда появляется росток, появляется рассада, а потом можно пожинать плоды. И вот они увидят весь этот цикл, они могут это отслеживать, они могут проводить исследовательские работы. Впрочем, назвать библиотеку экологической из-за одного живого шкафа не стали бы. Эта стена станет полностью зеленой и не только процвет. Здесь будут выращивать растения на гидропонике, то есть без почвы, без грунта. Необходимые для питания вещества они будут получать из водного раствора. Особенно важно, после обновления библиотека не только станет доступна для людей с инвалидностью, появится и отдельная сенсорная комната. Где смогут проводить время, заниматься и развиваться детишки с определенными особенностями по здоровью. Комнату оснастят оборудованием для стимуляции систем восприятия. Сухим бассейном с шариками, световыми и звуковыми панелями, пузырьковыми колоннами и мягкими пазлами. О таком пространстве очень просили работники коррекционной школы. Она находится совсем рядом с библиотекой. В планах проводить здесь и инклюзивные мероприятия. Элина Шегенова, Андрей Бричко, ТВ21+. Лучшие в большой компании. Генеральный директор Кольской ГМК встретился с победителями корпоративных соревнований по лыжным гонкам. В них приняли участие 10 команд работников предприятий Норникеля. Лыжники сборной Кольской ГМК показали отличные результаты на корпоративных стартах в Сочи, подтвердив звание сильнейших в Норникеле. Вернулись домой с медалями и кубками за победу в эстафете и за первое место в общекомандном зачете. Трассы, естественно, очень сложные, потому что были под Олимпиаду построены. То есть любителям довольно-таки сложно выступать, плюс погодные условия были, свежий снег сложные. Ну вот так в целом все боролись. Кто как готов, тот так и выступил. За место в команде Кольской ГМК в отборочных стартах всегда идет настоящая борьба. Победителей определяют секунды. Любовь Хотенова трудится в цехе электролиза Нигеля, участвует во многих видах спартакиады. В лыжных гонках всегда в числе лидеров. Честно скажу, у меня тяжелый физический труд, но он мне очень помогал в нагрузках. То есть я там подкачаюсь, накачаюсь, тут побегу и в принципе мне это помогало. Это мой 19-й корпоративный турнир по лыжным гонкам. На 20-й хочу заскочить. Не знаю, что как на место ищите. На встрече обсудили вопрос увеличения состава команды. Лыжникам необходим сервисмен, человек, который будет заниматься подготовкой лыж на соревнованиях. Здесь же был решен вопрос о завершении благоустройства ВАКС-кабины, которую в прошлом году поставили на территории спортивной школы. Успехи в спорте – прямое отражение социального благополучия в компании. Участники корпоративных соревнований это подтвердили. Поблагодарили генерального директора за созданные условия. Отличные ребята, удивлен их целеустремленностью. И в работе молодцы, и в спорте молодцы. Абсолютно разное направление работы при этом. Есть и ТР, есть и рабочие. Но при этом такой дружный коллектив, это прямо у них чувствуется. Очень классная команда. Я уверен, что у нее не одна победа будет, а еще очень много. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции – 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше завтра минус 2, минус 4 снег. В Умбе завтра снежно до минус 4 градусов. В Полярных Зорях до минус 5. В Апатитах похолодает до минус 6 снег. В Кировске также до минус 6. Осадки. В Кавдоре около 5 градусов, ниже нуля. В Манчегорске минус 4, минус 6 без осадков. В Лавозере до минус 9. Снежно. В Оленигорске около 6 градусов, ниже нуля. В Никеле до минус 5, без осадков. В Заполярном минус 3, минус 5, облачно. В Североморске до минус 5. В Мурманске минус 3, минус 5, без осадков. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...